Тимофей Дикторович, вот распечатка вопросов от зрителей. 30 минут назад просил это мне принести. Чтобы у меня было хоть какое-то время подготовиться. Ну, когда мне этим сейчас заниматься? Я приветствую всех зрителей видеоблога «Справедливый Ташин». И начнем мы с главного. Из достоверных источников стало известно о незаконном массовом захоронении. И при том в самом центре нашего города. Звучит невероятно. Однако через некоторое время у нас появятся неопровержимые доказательства этого вопиющего случая. Поэтому я прошу всех столичных и иностранных журналистов приехать и сделать это достоянием общественности. В нашем городе умышленно замалчиваются ужасные вещи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Выстрел в затолок с близкого расстояния. Но не в упор. Так. Стреляли отсюда. Так нижний шкаф. А вот и орудие убийства. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А ведь некоторые говорят, что читать вредно. Видимо, не зря. Тимофей Викторович Есим. Правозащитник и видеоблогер. 39 лет. Руководил некоммерческой организацией «Справедливый Ташин». А жил на что? Он сдавал двухкомнатную квартиру в столице. Она досталась ему от бабушки. А в Ташине у него родительская квартира. Из приобретенного имущества. Только старенькая иномарка. Никакого компромата. Женат 15 лет. На жену ничего не записано. Она наследница. Ее вызвали на опознание. Николай Петрогович, Светлана Есина в больнице. Она смотрела трансляцию. У нее шок. Господа, я попрошу всех выйти в фойе. Кроме вас. Каждого приглашу отдельно. Спасибо. Почему свечи на каждом стане? Ну, вчера вечером вырубилось электричество. Включилось только к утру. А причина? Ну, тут постоянно проблемы с электричеством. Здание, бывший завод. Значит, на камерах мы ничего не увидим. Видеонаблюдение вчера не работало. Я взял план у вахтера. А сам вахтер, значит, ничего не видел? Не видела. Хотя не спала. Вахтер бабуля с бессонницей. Смотрите, получается, здесь убийца мог покинуть здание, минуя проходную. Да? Угу. Убийца вставил в переплет книги Дон Кихот вместо блока страниц пенопласт. Внутри пенопласта находится ниша, куда спрятан пистолет. В реконструкции используется книга с места преступления. На спусковой крючок надета петля из тонкой проволоки, которая намотана на катушку. Катушка подсоединена к мотору с понижающим редуктором. Мотор запитан от пальчиковой батарейки. Питание включается, когда таймер соединяет контакты. Катушка крутится, наматывает на себя проволоку и петля дергает курок. Таймер был установлен на 14.03. Насколько известно, Ессен выходил в эфир в 14.00. Все детали механизма, кроме пистолета, вполне доступны. Можно купить на радио рынке. Револьвер системы Наган 1941 года производства. Потожировых и отпечатков на нем нет. Револьвер нигде не зарегистрирован. Ну что, последний выстрел Дон Кихота? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да разве забудешь твои поцелуи? Приглашаешь? Ну а что, почему бы не съездить в Питер на пару дней, на выходные? Женя, я тебе перезвоню. Коля? Тимофе Викторович мечтал сделать Ташин классным городом. Честным, богатым. Ессен просто помогал людям. Инвалидам, обманутым людям. Всем тем, кто нуждался в помощи. Журналисты звонят не переставая. По поводу убийства этого видеоблогера Ессена. Вот только что разговаривал с главным редактором одной крупной газеты. Представляешь, одноклассница моя. Женька, 20 лет ни слуху, ни духу, а тут вот в Питере сейчас живет. Одноклассница? Да. А какие она пирожные пекла? Поцелуй ангела. Ничего в жизни вкуснее не ела. Но, к сожалению, не со всеми журналистами можно так приятно поболтать. Версия прессы правозащитника устранил мерзавец мэр. Мы отработаем, проведем. Так и журналистам отвечать начинается, но... Расскажи-ка им, что Ессена застрелил хитроумный идальга Дон Кихот Ломанческий. А что это за история с массовым захоронением, о котором Ессен на последнем эфире говорил? Я не знаю. Ну, три дня назад какой-то тип сунул письмо в наш ящик для обращения граждан. А я как раз из школы шел. Что было в этом письме? Я не знаю. Но на следующий день Ессен стал говорить о захоронениях. Наша организация Справедливый Дашин в основном против мэра Спицына. Ессен обвинял Спицына в том, что он греет руки на строительстве нового стадиона в центре города. И не только. Тимофей Викторович говорил, что там жесть какая-то. Какие-то братские могилы в котлованах. А откуда информация? Я не знаю. А кому Ессен мог доверить секретную информацию? Ну, Светлане, жене его. Ну, они тут же вместе главные были. Правозащитника Ессена застрелили в прямом эфире его видеоблога, когда он рассказывал о массовом захоронении людей в центре города Ташин. В комнате никого, кроме Ессена, не было. Пистолет был спрятан в книгу Дон Кихот и приведен в действие таймера. Своим главным противником Ессен считал мэра Спицына. Ессен у нас идеальный. А жена вообще богиня. Николай Петрович, в здании, где Ессенцы снимают офис, свет отключается каждую неделю. Крысы грузут проводку. В общем, здание очень старое и трухлявое. Значит, убийца ничего не подстраивала, ждала удобного случая. Пойдем, Андрюш. Нам почтовый ящик Ессена на экспертизу привезли. Не перекусить. Извините, что я лежу. Врачи велели давление. Да, да, конечно, лежите. Скажите, вы не знаете, каким образом ваш муж получил информацию о сохранении их на стройке? Позавчера ночью Тима с кем-то встречался. Приехал жутко взволнованный. Светик, Светик, извини, извини. Светик, ты не представляешь, что мне сегодня рассказал свидетель. Представляешь, на стройке стадиона гастарбайтеров хоронят прямо в бетоне. Тима, а с кем ты встречался? Света, вот об этом, вот об этом мне пока нельзя распространяться. Причатков здесь сотни. И потожовых, я думаю, не меньше. Смотри, что я нашел внутри ящика. Аденовирус, генотип 14. Он сейчас в столице бушует, эпидемия, но обрати внимание, что только началась. И что? Ну что, в Ташине еще не должно ее быть, по идее. Я сделаю запрос в Ташинские поликлиники. Ты обращался… С насморком и конъюнктивитом, да. Глаз, воспаление глаз. Главный признак – это зараза. Письма нет. Ни здесь, ни в офисе, ни в машине. Шкафу тоже чисто. Месть Матерого – это вы читаете? Тима по такие глупости засыпала хорошо. Игорь. Есть ваша информация про Спицын. Не могу говорить днем. Приходи, одинца вечер, пустынь за кино. Почему? В одиннадцать вечера пустырь за кинотеатром? Смотри. 23.00. Пустырь. Громотей. Но это еще не все. Вот сегодняшняя дата. 22.00. Пустырь. Громотей. Уважаемые земляки! Я резко осуждаю убийство нашего Ташинского активиста Тимофея Есина. Позор! 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 Убийца! 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 В поликлиниках Ташина анализ на тип вируса не делают. А мэр Спицын явно простужен. Я прощупал его на тему махинаций. Их полно. Например, налоговые льготы для отдельных фирм явно неправомерные. А что насчет рабов из Средней Азии? Ничего. Если бы у Есина были доказательства… Это могло стать поводом его убрать. Опаздывает, осведомитель. Или просто знает, что осведомлять уже некому? Погоди, вот он. Привет. Федеральная экспертная служба, капитан Сузов. Стоять! Далеко торопишься? Регистрация официальная. Работать честный, товарищ полиционер. С Тимофеем Есиным знаком? Да нет, я вообще не местный. Есин убит. Поэтому тебе лучше рассказать правду. Паспорта всех забирать, когда еда была вчера. Сегодня не давать, завтра давать. А мертвый котлован кидать. То есть вы хотите сказать, что погибших рабочих хоронили прямо на стройке? Да. Я вам помогу. Только вам следует сделать фотографии. Фотографии всего, что вы мне сегодня рассказали. Возьмите телефон. Хорошо. Что это? Я актер. Стендап-комик. Монологи читаю в образе гастарбайтера. Меня наняли, чтобы к этому Есину развести. Зачем? Сказали, подшутить хотят. Сегодня я должен был эти фотки отдать Есину. Говорил отец, новости смотреть надо. Знал бы, что Есин погиб, не пошел бы сюда. Так это вы снимали? Нет. Мне этот телефон Есин дал. Я передал это нанимателю. Вчера получил телефон с фотками и гонорар. Наниматель кто? Баба какая-то. Женщина. Я плохо рассмотрел ее лицо. Мы оба раза в его тачке сидели. Свет был выключен в машине. И светили только приборы. Но марку машины, номера, можете вспомнить? Черный внедорожник. Там еще на правой дверце не заделана вмятина была. Спасибо большое. Вы очень помогли. Единственный внедорожник, зарегистрированный в Ташине, который получил в ДТП подходящую вмятину, приписан к мэрии. Круглов уже вызвал Спицына. На письме и телефоне есть следы аденовируса? Причем болезнь у его носителя явно развивается. На телефоне, который держала любительница розыгрышей, в руках позднее, чем письмо, вирусных частиц гораздо больше. Хорошо, когда преступника можно вычислить по глазам. Красным слезящимся глазам. Пытаюсь выделить ДНК с корпуса телефона. Отпечатки Шакурдилов захватал. Ну, полимеразная цепная реакция отыщет иголку в стоге сена. Так что ждем. Послушайте, уважаемый. Я руковожу многотысячным городом. А из-за вас вынужден терять время. У вас давно конъюнктивит? Что? При чем тут это? Простите, пожалуйста, я только мусор заберу. Конечно. Я выделил ДНК. Нужно сравнить с ДНК Спицына. Моська лает, слон идет. Мне не было дела до этого, Есина. Зачем же вы писали Есину письма от осведомителя? Чушь какая! В машине из гаража мэрии некая женщина, ваша помощница, скорее всего, передала артисту Шакурдилову фотографии. На телефоне. И на фотографии строителей ваша ДНК. Блин. Ну, ведь отличная фотография. Ну, я полчаса любовался. Ладно, ладно. Я все расскажу. Ну. Вот ваши коллеги пишут про провинцию. Дескать, дороги здесь плохие. О будущем якобы не думаем. А вот, вот, детский садик. Год назад построили. Или вот, вот, школа полгода назад сдали. Да, сейчас. Вот так. Во. Детский сад за взятки. Спицына, порядки. Невозможно устроить в школу детей без заноса в администрацию. Не дашь на лапу, не получишь диплом. Спицына в тюрьму. Спицына за взятки. Без власти в тюрьму. Да, письмо, фото, это я все устроил. Писала моя секретарша, сочиняли вместе. От души поржали. А на фотографиях бригада, которая мне дачу отделывает. А этот комик, стало быть, навстречу притащился. Не предупредила она его. Ах, неумная женщина. Вы хотели подставить лестину. Именно. Ну, красиво бы получилось. Есин публикует сенсационное расследование. А на следующий день, бах, все подстава, ложь и провокация. Есину больше никто не верит. Поймите вы, у меня выборы на носу. А этот балабол мне как кость в горле. Это называется общественный контроль. Ну, согласитесь хотя бы, что смерть Есина мне совершенно не на руку. Сейчас весь город шепчется. Есин, получается, уже не трепло, а великомученик. А может, он знал что-то по-настоящему опасное для вас? Да? Что? А вот в этом мы будем разбираться. А пока я вас задерживаю. Убит правозащитник и блогер Тимофей Есин. Он готовился рассказать о массовом захоронении людей в центре города Таши. Сработало приспособление для отсроченного убийства. В организации убийства подозревают мэра Спицына. Однако выясняется, что мэр нанял актера, чтобы обмануть Есина. История с захоронением оказывается фейком. Андрей, я три часа уже смотрю бесконечные пикеты и митинги против всего плохого. На них вообще ничего не происходит. Ну а это? Стоп. Что сделала наша драгоценная мэрия во главе с господином Спицыным для нашего города за последний год? Единственное градообразующее предприятие в городе закрыто. Это тысяча четыреста рабочих мест. Постойте! Постойте! Моя дочь несовершеннолетняя, и я за нее отвечаю. А ты, сволочь продажный, агент иностранных разведок, трех как минимум. Да я за границей-то ни разу в жизни не был! Расстрелять бы тебя к чертовой матери, урод! Николай Петрович, отец Дарьи Венцовой, старший лейтенант полиции. Дочь растет один, жена уехала в Канаду. Может, поэтому Венцов так ненавидит все иностранное? Да, и еще кое-что. Покойный дед Венцова, ветеран. А у нас в деле фигурирует револьвер Наган. Угу. Нет подонков отвратительнее, чем фальшивые борцы за правду. В нашем городе это Тимофей Есин. Бездельник, который забивает головы наших детей опасной ерундой. Пост Венцовой в соцсети. А в ту ночь, когда был установлен самострел, сотовый Венцов был отключен. Так, ну дом Венцова тут недалеко. А я знаешь, что вспомнил? Как Дарья Венцова отреагировала на смерть Есина. Она же прямо в истерике билась. Ты думаешь, у них роман был? Ну, отец узнал о романе. Есина его ненавидит. Ну, вот и мотив. Это Венцов, Игорь, и Даша. Она в машине. А ну, стой! Назад, стой! Ну что? Ну что? Выходи из машины. Живо! Отследи, куда Венцов везет Дарью. Судя по сигналу сотов, Венцов гонят на юго-запад. Так, список собственности Венцова. Адреса родственников, друзей, сослуживцев. Дача Венцова в другом направлении. Ни одного адреса на юго-западе. Погоди-ка, я вспомнил. Подожди, перезвоню. Венцов постоянно выкладывал в соцсети фото деревни, где он родился. Сейчас деревня почти заброшена, но Венцов там бывает. Деревенька-то на юго-западе. Венцов гонят на юго-западе. Дарья, стой! Стой! Я стреляла в воздух. Успокойся, никто не умер. Отец, он свихнулся. Он бы мог меня убить. Машину? Я смогла выехать из него пистолеты сгибовые. Я больнула, чтобы привлечь внимание людей. Все, все, пойдем. Я готов признаться. Лучше поздно, чем никогда. Сознаюсь в незаконном хранении оружия. Пистолет дедовский с войны остался. Где? Зарубежная литература 20 века. Граждане принятые, подойдите. Обращаю ваше внимание, в книжной обложке обнаружена пустая кобура. Держи. Без сахара. Спасибо. Отец оставляет мне есть пельмени и булки. А мне нельзя. Я стану жирной, и все. Никакой карьеры. Прямо-таки заставляет. Да. Отец вообще полон ненависти. Особенно к Тимофею. Ну, к Есину. Правильно мама сделала, что сбежала от него. Скажи, в ночь убийства Есина отец был дома? Нет. Нет. И на дежурстве он не был, я знаю. Майор, ну, психанул я, понимаете? Хотел дочку запереть, боялся, что сбежит ей газа. Она ж в театральный поступать хочет. Диетами себя заморила. Сейчас многие девушки следят за питанием. Ну и дурында. Нормальная баба должна борщи варить и детей воспитывать. Зачем вы так поступили с дочерью? Я сегодня на ее компьютере увидел переписку с подружкой из Москвы. Так вот, Дашка моя собралась рвануть на кастинг европейского модельного агентства. Бордели, Ясин пень. Судя по микрочастице металла, оружейной смазки в кобуре из квартиры Венцова, хранился тот самый наган. Орудие убийства Есина. Наган моего деда. Я не знаю, кто его украл из тайника. Вы чистите его своей постой? Вместе с Табельным. Где вы были позавчера с 18 до 8 утра? А что за промежуток такой? В это время в офисе Есина не работало электричество. По городу едет. Почему вы отключили свой мобильный телефон позавчера ночью? Он разрядился. Наши эксперты восстановили удаленное фото с мобильного вашей дочери. Вот мерзавец. За это вы его убили? Я никого не убивал. Приблизь к шее Есина. Ну, оттенки кожи отличаются. Видишь, как свет лежит на руках Дарьи? Вот так вот. Были бы освещены лица, будь это реальное фото. Я не верю, что Венцов построил убийство. Николай Петрович, любовные фотки с телефона подделка. Я показал их Венцу. Он пришел в бешенство. Скорее всего, раньше он их не видел. Тогда для кого Дарья монтировала свой несуществующий роман? У меня два вопроса. Где был Венцов ночь перед убийством? И почему он это скрывает? Да, Роман Сергеевич, в коллективе всегда так. Как ни шифруйся, все обо всем знают. Спасибо за информацию. Николай Петрович, у Венцова был роман с начальницей. С майором. Ну, любовники, конечно, свои отношения скрывали, но коллектив был в курсе. Возможно, в ночь убийства Есина Венцов был с ней. И алиби не раскрыл. Потому что он такой мужик-мужик, а лег под начальницу, который борщей не валит. Ну, боялся, что узнают. Ну, или просто не хотел скомпрометировать любимую женщину. Его можно понять? На связи будем, Николай Петрович. Отбой. Благодарю, мне и Дальго. Все романтические фотографии с телефона Дарьи были сфабрикованы пять суток назад. Ночью на вашем коммуниторе Венцовых. Ее отец-то нашли журил. А у Далины когда? У Далины следующим утром в 9.40. С 9 до 10 Дарья была в офисе Есина. Вместе с ней там был другой активист, ее одноклассник Дмитрий Бахарев. А Есина? А Есины приехали в офис позже. Судя по отметкам на проходной, в 11. Серьезно? Алиби ее отца подтвердилось. Начальница Венцовых дала показания, что он был с ней. Вы представили ваши с Есиной головы телам влюбленных парочек из интернета. Зачем? Ну... Зачем вы показывали эти фото Дмитрию Бахареву? Откуда вы знаете? Понимаете, я влюблена в Митю. Я думала, что так спровоцирую его ревность. Кто за последнее время бывал с отцом дома? Ну, Митя заходил ненадолго. Больше никто. Вы думаете... Он знал, что ваш отец сохранил дома оружие? Наверное. Отец всем моим одноклассникам показывался дурацкий пистолет. Трофей. Семейная реликвия. Бахарев хорошо учится. Соображает в инженерии. Значит, мог переделать книгу в приспособление для убийства. Вооружить Дон Кихота. Мотив у него есть. Ревность к Дарье. Возможность украсть оружие была. Смотри, какой интересный файл я откопала в облачном хранилище Бахарева. Это фотографии документов. Снято на его сотовой. Завтра планирую пикет на Арджиникидзе около свалки. Пишет Есин Мэру Спицыну. А Спицын отвечает, окей, перекроем заранее. Типа дорожной работы. Выходит, что Есин это липовый правозащитник? Но мы ведь проверили все его гаджеты. Не было там этих писем. Если Есин со Спицыным вместе работали, зачем Спицын устроил спектакль с гастарбайтерами? Чего-то не лепится. Да бред. Ну, компьютер Есина надо проверить еще раз. Вы понимаете то, что вы здесь ничего не найдете? Ну, если вы не виновны, то и не найдем. Ну, а что? В школе слишком много лишних глаз. В вашей семье и гаража нет. А дома очень удобно. Родители-то работают допоздна. Понятые? Значит, вы хранили здесь украденный пистолет и детали для приспособления. Потому что любая вещь оставляет след. Ты чего такой довольный? А ты взгляни в микроскоп. Микрочастицы металла. Я извлек из пятна оружейной смазки, которую нашли в квартире Бахарева, оружейную пасту. По составу этой пасты идентична пасте Венцова. Ну, Венцов чистил оружие самой распространенной пасты. Именно, но... Но мне микрочастицы металла старого револьвера. Результаты экспертизы. В вашей комнате хранилось орудие убийства. Вы украли его у Венцова. Я осознаю свои права и в том числе право хранить молчание. Но учитывая то, что все доказательства против меня, то целесообразнее будет признаться. Это я убил Есина. Нить, хочешь секрет? Расскажу. Ты и Есин... Тимофей обещал мне, что скоро разведется. Выбросить свою старую клячу на улицу. Ну, квартира-то его. И отсюда тоже уволят. Говорит, Светка надоела ему. Теперь я буду его музой. Классно, да? А потом вы отправились в даре Венцовой. Да, пригласила меня в гости. Ну, а я согласился. Хотел украсть пистолет. Да и складывалось все благополучно. Отца ее дома не было. Сама она в магазин ушла. Оставила вас одного. Николай Петрович, мы перепроверили компьютеры Есина, ну и все компьютеры в офисе этого справедливого Ташина. Мы нашли только стихи Бахрева о прекрасной даме. Он выкладывал к закрытой группе. Вот, послушайте. Огонь волос твоих горит не для меня. Я мотылек, плененый красотой, свечи ты далека. Но светлым именем маня ты мой маяк в пугающей ночи. Мальчик совсем рехнулся от любви к Дарьи. Андрей, распечаткай мне этот текст. Баба Нюра уборщица наша испекла. Так что, дочка, ставь чайник и пить чайник с пончиками. Да ненавижу я тебя и твои мерзкие пончики. Клянусь, уеду, как мама. Вот так, да? Значит, будешь дома сидеть. Я сегодня решетки на окна закажу и дверь железную в твою комнату. Завтра их установят и все, птичка, поселишься в клетке. Анатолий Бубper ЗВУЧИНЫЙ ЗЛИО Успокойся, был уговор. Ты избавляешься муженька-идиота, получаешь наследство, компанию нашу, репутацию, чтобы чиновников доить, а я сбагливаю отца на зону. Даша, у меня пока нет денег, надо подождать. Если такие уберутся, я схожу к Спицыну и обо всем договорюсь. Я до последнего не верил, что родная дочь могла так с отцом поступить. Ты далека, но светлым именем маня ты мой маяк в пугающей ночи. Ты посвятил эти стихи жене Есина Светлане, но молчал о своих чувствах, потому что она замужем. До свидания. Привет. Что за сверхсрочное и суперсекретное дело? Я по твоей просьбе распечатал доклад с рабочего стола Тимофея Викторовича. Распечаталось вот это. Ты понимаешь, что он в сговоре со Спицыным? Ты понимаешь, что нужно рассказать это всем остальным? Нет, пожалуйста. В смысле? Подожди, ты хочешь закрыть на это глаза? Я давно в курсе, что Тимофей продался. Мы уже лет пять живем, как соседи. Я молчу и терплю этот брак только потому, что организация помогает людям. Подожди, ну ты понимаешь, что это просто нечестно? Что так нельзя? Так можно и нужно. Если мы разоблачим Тимофея, то доверие к правозащитникам Ташина рухнет. Мить, обещай, что никому не расскажешь. Я обещаю. Ради тебя. Я был готов придушить Дашку, когда она назвала Свету старой клячей. Еще, Лен, Дон Кихот наношу голову. Я считаю, что я поступил правильно. Нет. Да мы воспользовались. Ты тиран. Тебя все ненавидят. Я, мама. Твоя мать умерла. В своей чертовой канаде от своих чертовых диет. Она вообще отказалась от углеводов и развился диабет. А лечиться она не хотела. Располнять боялась. Я не знала. Я дурак. Тебе не говорил. Не хотел огорчать. Ждал, пока повзрослеешь. Что случилось? Я выиграла спор. И теперь Андрей будет писать все отчеты целую неделю. О чем спорили? Будут ли на ноуте Светланы следы писем Спицына и Есина? Да, их писали на ее ноутбуке. И входящие, и исходящие. Есина задала в офисном принтере приоритетные настройки. Во время печати распечатывала сначала эти файлы. Я все равно не понимаю, какая радость Светлане в смерти мужа. Они ведь сладкая парочка. Ну, Светлана вскользь обмолвывается равнодушие. Есина в постели. Дескать, она встречала его в красивом белье и с макияжем. А он ноль внимания. Работа и работа. Детей у них нет, денег тоже. Есин энтузиат бессеребрянник. Ну, наверное, лет 20-25 она разделяла мечты Есина справедливости. А сейчас ей 33. Ни профессии, ни опыта работы, ни недвижимости. Обе квартиры принадлежат Есину. Светлана при разводе ничего не получит. Дарья помогала Светлане, потолку Дмитрия Бахаревка убийствовала, чтобы отправить за решетку отца. Ну, ничего себе, слабый пол. Никогда больше не буду злить женщин. Девушки отдыхают. Никогда не прощу. Я вам этого никогда не прощу, понятно? Никогда не прощу. Клён облетает, падает по стене. Последний лист смерть и тишу. Клён. 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 ГР Давид Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Лепестки вянут, Последний он уже почернел, Недолог век цветка. Пришло заключение от переводчиков-японистов. Вот они пишут. В обоих текстах есть ключ в составе иероглифа «Смерть». Что бы это ни значило. Я думаю, что эти хоку можно трактовать как предсмертные записки. Японцы всегда перед самоубийством пишут хоку. Значит, Пластовы совершили двойное ритуальное самоубийство в день своей золотой свадьбы? Похоже на то. У меня вот тоже родилось. Дело как хокко. Кратко, как летняя ночь. Всегда бы вот так. Григорий Сергеевич! Я просила сотрудников вашего заведения. Говорят, что супруги Пластовы часто бывали здесь, но денег с них никогда не брали. Почему? Не хватало еще, чтобы я брал с них денег. Они были моими друзьями. И они были не молоды и нездоровы. Конечно, я их угощал. Извините. У него онкология. А у нее с сосудами совсем беда. Умерли от кровоизлияния мозг, вызванного приемом упертензина. Это лекарство, которое повышает давление. Марина Ульяновна, здесь есть лекарство упертензина? Точно? Ну да, вы же здесь нечасто бывали. Да это же это название, что я домработница. Я же за ними как за детьми малыми ходила. Они же мне как родные. А давление повышать уже некуда было. И так зашкаливало. Это что за беспредел? Марина, где мой комп? Майор Лисицын, федеральная экспертная служба. Документики. Я можно водички пойду? Идите, попейте водички. Идите, идите. Богдан Анатольевич Тинин. Я внук Зои Станислава. Ну, точнее, внучат и племянник. Я вообще пострадавший. У меня родственники умерли, а вы у меня ком забираете. Верните. Вернем, вернем. Отправляйте к нам это все в ФС. Скажите, ваш дедушка и бабушка часто писали хокку? Да не часто. Раза два в месяц. Но на протяжении всей жизни. Вот это. За последние десять лет. Остальное мы сожгли. Послушайте, вам мой комп не нужен. Они компом вообще не пользовались. Бабуля все записывала в ежедневник. Сейчас. Вот. Да, Костя. Ясно. Возвращайтесь опять в чайный домик. Судя по записям, в ежедневнике Зои на следующей неделе они оба были записаны к врачу. Во вторник собирались идти в театр. У жены было запланировано много мелких хозяйственных дел. Не похоже, чтобы они планировали самоубийство. Согласен. Странно. Пластов недавно оплатил поездку себе и жене в Японию. Стоит огромных денег. Вылет через месяц. Слушайте, эти свитки действительно были написаны Пластовым, но около трех лет назад. Это не самоубийство. Во время японской чайной церемонии умирают супруги Пластовы. Пластовы отмечали золотую свадьбу. Около тел находят Хокку, похожие на предсмертные записки. Дома у Пластовых находят сотни свитков с Хокку. Они писали их регулярно на протяжении всей жизни. Устанавливают, что Хокку о смерти были написаны Пластовыми три года назад. Значит, самоубийство было инсценировано. Таня, ну вот скажи, ты для чего это все делаешь? Я восстанавливаю процесс чайной церемонии. А халат зачем наперела? Это кимоно, чтобы проникнуться духом чайной церемонии. Не мешай. Таня, как идет тебе это... Ночнушка. Горь, хочешь я приготовлю тебе настоящий японский чай? С удовольствием. Ты присаживайся поудобнее, церемония длится три часа. Садись, пожалуйста. Давай, я как русский японец. Хорошо. Смотри, сначала мы друг к другу кланяемся. А потом идет церемония с платком. Мы ее пропускаем. А потом гейша ополаскивает кипятком, который находится в котле или в чайнике, чашу. Потом ополаскивает венчик. Сливает эту воду. Затем специальной лопаткой мы берем настоящий зеленый чай. Смотри, он у них порошковый. Заливаем кипятком. И взбалтываем венчиком от одной до трех минут. Кстати, японский чай очень питательный. Такой же, как наш суп. Дальше ты мне клонишься. Вот, пожалуйста, твой чай. Что, пить? Ну, конечно. Вкусно? Очень. Спасибо. Ты, Танюк, с лечерастым миксером попробуй вот эту всю штуку делать. Иди сюда, я закончил экспертизу. Смотри, лекарства есть в чаше с чаем, в чаше для ополаскивания совсем чуть-чуть. И на венчике, вот, которым чай взбивали, тоже есть совсем чуть-чуть. А вот в чайнице с сухим чаем и в емкости с водой лекарства нет. Это почему? Это значит, что лекарство было добавлено во время приготовления чая. Ты мне не скажешь, что ты гадость такая. Я знаю Пластовых давно и встречались мы часто, но я в последнее время перестала к ним ездить. Почему? Зоя Витальевна себя плохо чувствовала. Вы сами вызвали сработать сегодня? Нет. Вы что, я еще совсем не опытный ведущий. Это мне Григорий Сергеевич вчера позвонил и вызвал. Григорий Сергеевич, звали? Да. Проведешь завтра праздничную церемонию для Пластовых. Нет, Григорий Сергеевич, это неудобно. Я же только начала вести церемонии. И вдруг я ошибусь. Они же хотели побыть одним, без знакомых. Они тебя не узнают в гриме. И если вы думаете, что это я им что-то в чай подсыпала, то это неправда. Потому что я очень любила и Зоя Витальевна, и Станислава Яковлевича. И я бы им никогда в жизни ничего плохого не сделала. Ведущие чайные церемонии готовят оборудование, потом все оставляют и идут встречать гостей. Проходите. Вот тут гостей встречают. А вы что тут стоите? Идите на второй этаж, там все данные записывают, а впечатки у себя берут. Давайте, давайте. И сними ты уже эту ромашку. Ну и вот, пока ее в комнате не было, кто-то мог войти и добавить яд в воду. В воде-то лекарств не было? Ну, в чайницу. Неужели все-таки ей не? Граждане Пенедея, прошу обратить внимание. Найдено электроодеяло, которое, по всей видимости, используется для проведения японского массажа. На одеяле обнаружены круговые пятна, неизвестное происхождение. Одеяло изымается для экспертизы. На электроодеяле следы лекарства и микрочастицы бамбука. А вот это круглое, это что такое? Что ты не узнаешь? Убийца вымочил в концентрированном растворе лекарства венчик и оставил его сушиться на одеяле. Это все делалось в Йоро Кобидо. Значит, или убийца должен был прийти туда заранее, или должен был работать там. Погоди, так ты же сама тут в халате, что венчик во время церемонии, он ополаскивается, яд-то должен был смыться. Да, ополаскивают быстро, а чай сбиваются долго. Абсорбирующие свойства бамбука таковы, что лекарства выходят только после долгого нахождения венчика в воде. Ну, а Вишневская зачем все это? Она могла бы добавить лекарства просто в чай и все. Может, она хотела пустить следствие по ложному следу, только вот я не вижу мотив. Ну, а счет мотива. Смотри, я тут нашел. Месяц назад Вишневская получила от пластового сообщение «Приезжай, он очень тебя ждет». В тот же день Вишневская потратила в салоне красоты 10 тысяч рублей и купила в магазине белье на 15 600, а у него зарплата всего 32 тысячи. Ого! Это больше половины зарплаты. Да, возникает вопрос, кто такой он? Ну, да, он – это я. Месяц назад, короче, бабуля с дедом решили меня сосватать. Но я ничего не знал. А вот и мы, Богдан, поухаживай за нашей гостьей, усаживай ее. Что, она сама не сядет? Сколько лет в этом доме? Богдан. Мы хотим, чтобы ты получше познакомился с Лениной. Ну, сходили бы куда-нибудь вместе. А, вот вы что задумали? Вы посватать нас решили? Ну, уж нет. Сидите тут сами, со своей семьей. А у меня вообще аппетит прополнил. При одном взгляде на эту рожу. А что бы вы почувствовали на моем месте? Унижение, я вас понимаю. Я долго не соглашалась. Они уговаривали. Говорили, Богдан влюблен, скучает. А он издевался, надо мной назвал прощавую родиной. И вы решили за унижение отомстить, убив Пластовых? Когда они умерли, я была рада. И я их не простила. Но я их не убивала. Хотите, верьте, хотите, нет. А на Богдана вы не обиделись? Нет. Он же не врал. Он правду сказал. А вы бы сами на такое женились. Переодевайтесь. Поедем к нам в ФС. Смотри, я нашел на кимоно. На халате. ДНК женщины, не работающей, Юра Кибидо. И это же ДНК на простынях, изъятых из квартиры Пластову. Она занималась сексом с Богданом Тининым. Так, чаще всего он созванивался с Екатериной Шапошниковой. А несколько дней назад Тинин и Шапошникова подали заявление в ЗАГС. Слушай, а еще Шапошникова, она из Владимира. А тут же домработница Пластовых, Марина Корсак. Марина Ульянов, разрешите, я вам помогу. Константин, Костя, можно я вас так буду называть? Можно. Ой, вы такой любезный. А меня тоже можно просто без отчества. Просто Марина. А вы специально меня тут караулили, да? Ой, кто такая Екатерина Шапошникова? Почему вы не сказали, что у Богдана есть девушка? Да какая она девушка? Шалавана. Вы вроде бы землячка, квартиру вместе снимаете. Откуда такая нелюбовь? Ой, в этой Москве хоть с чертом будешь квартиру снимать, лишь бы подешевле. А Катька-то Богдана вертит, как хочет. Но это моя вина. Пригласила я ее всего лишь один раз меня заменить. Нужно было Зою отвезти в поликлинику. Богдан Анатольевич, а разрешите я тут пылюк протру? Ой, если вы отвлеклись, не встанете ли со стульчика? Мне под столом протереть нужно. Катька-то. Что это надо быть? Магдаш, а что ты делаешь? Комп-то мы изъяли благодаря твоему дружку, а я без компании могу. Вот и собираюсь, чего попало. Ой, Константин, ну не обращайте на него внимания, пойду чайник поставлю. Лаборатория, а вы еще там? Ну, ищем эту Шапошникову, у нее телефон отключен. А Оксана на обыск поехала к ней. Ну тогда отбой. А где ваша подруга Шапошникова? А вам она зачем? Мы подозреваем, что она причастна к убийству ваших родственников. Вы с ума сошли? Катя не могла этого сделать, она лучшая девушка на земле. Наоборот, это все они хотели убить ее, когда узнали, что мы с ней встречаемся. Ну тогда вам ничего не стоит рассказать, где она. Я не знаю. Я ей написал смс, когда узнал, что дедушка и бабушка умерли в чайном доме. И потом телефон отключился. Да. А вы откуда знаете? Проводится обыск в комнате с немами гражданки Шапошниковой. Вообще, шкафу нет. На столе обнаружена распечатка с информацией по проведению японской чайной церемонии. Так, а это у нас что? Обнаружены копии истории болезни Зои и Станислава Пластовых. Информация про повышенное давление тут есть. В данный момент с карточки Шапошниковой снимаются деньги. Банкомат на Щелковской. Там рядом автовокзал. Да, Владимир, Владимир, недорого. Недорого, друзья. Ребята, до Владимира не надо. Недорого. Ну, ладно. До Владимира, до Владимира. Недорого, до Владимира. Девушка, не хотите? До Владимира, до Владимира. Недорого, недорого, до Владимира. Девушка, до Владимира не надо. Недорого, девушка. До Владимира, до Владимира. Недорого, недорого, до Владимира. Мужчина, сколько до Владимира? До Владимира? Договоримся. Давайте с вами отходим. Доведим, как птицы. До Владимира. О, для Екатерины Шапошниковой. Проезд бесплатный. До Петровича, с ветерком. Почему меня задержали? В связи с убийством Зои и Станислава Пластовых. Я так и знала. Не убивала я их. Вам не я нужна, а Маринка, их домработница. Да я тебе говорю, зайдешь в этот тщательный дом, добавишь яд и дело с концом. Ну, они умрут тихо и без мучений. И зачем мне это надо? Да ты что? Ну, квартира же тебе достанется. Ну, прямо сейчас уже, а не когда-нибудь, через несколько лет. А менты голову включат? А кому это выгодно? И выяснится, что мне. И будешь уже в две тюрьмы передачки таскать. А я знаю, как сделать так, чтобы никто не сел. А? В день своей золотой свадьбы погибают супруги Пластовы. Под подозрением иногородняя Екатерина Шапошникова, которая собирается замуж за наследника Пластовых Богдана. Шапошникова утверждает, что никого не травила. А добавить лекарства в чай Пластовым ее подговаривала домработница Пластовых Марина. Значит, Шапошникова четыре года назад убила у Марины Корсак мужа. Вот этого. Удачная фотка. За год жизни Шапошникова он проворовался и сел. Вышел? Выйдет через полгода. Значит, что самое интересное. За все время Шапошникова ни разу не навестила его на зоне и не написала ни одного письма. Зато знаешь, кто навещает и пишет? Выпиши жена. Марина, значит, она затаила злобу на Шапошникову. Но что-то подставлять под убийство. Не слишком ли круто? Вот смотри, а если вот так? За добросовестный труд Марине Корсак по завещанию Пластовых достается 300 тысяч рублей. Вот что, если она решила соединить приятное с полезным? Интересно, что из этого приятное, а что полезное. Когда эта тварь предложила мне убить Пластовых, я поняла, что она пытается меня подставить. И разработала собственный план. В чем он заключался? Марина предлагала подложить на место убийства Хокку. Ну, стихи такие японские. Короткие. Вот. Они должны были сойти за предсмертные записки. Вы так и сделали? Это не те Хокку. Вот те Хокку, которые были у трупов. Я их лично в хранилище для улик положил. Значит, у Шапошникова действительно другие свитки. Я тебе сейчас дам яд. Добавишь его в чай, и все. Вот. Я решила наказать Марину и этих мерзких старикашек. Короче, я пошла в чайный дом. Надела кимоно. Сейчас. Привет. Ты чего мне звонишь? Я что-то так волнуюсь, ужас. Так волнуюсь, что забыла, что надо делать. Видишь, вот там около чайники. Здесь? Левия. А. Ну, Тура, это не чайник. Порошок с собой. Такой. Ну, который тебе дала, Турех. А. Вот так сыпь его в чайницу. Молодец. А теперь вали оттуда. Давай, давай. Все, пошла. Что вы высыпали в чай? Сахарную пудру. Вот пакетик, можете проверить. А тут яд, который Марина дала, я даже не брала с собой. А где он? Дома оставила. Может, Марина, толстая корова, сама его сожрет? Что вы сделали с ядом, который дала вам Марина Корсаба? Сахарницу высыпали. Марина Корсаба ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего трубку не берете? А вы мне звонили? А что не так с чаем? Я половину уже выпила. В пакетике, который был у Шапошникова, действительно сахарная пудра. А в чай яда тоже нет. Только словно в виду за сахар и немного витаминов. В сахарнице тоже. Я сделал анализ крови Марины. Никаких ядов, а не витамины. Почти стихи. Как такое может быть? Все, кому не лень, травили пластовых сахаром и витаминами, а они все равно умерли. То есть вы думаете, что это я хотела пластовых убить? Нет, вот сейчас, между прочим, очень даже обидно было. Пластовых сами все это придумали. Что придумали? Ну как что, отравление это? Не понимаю. Ну, они хотели отварить Богдана от Кати. Сделать так, чтобы Катя их как бы отравила. А потом раскрыть Богдану глаза на то, какая на самом деле его любимая Катечка. А они не хотели умирать, оставив Богдана в когтях этой аферистки. Не, вы видели, она же меня отравить хотела. Но тут явился принц в сияющих доспехах и спас прекрасную принцессу от страшного яда. Оксана, хватит. Я вот думаю, а могли старики... Тяжелобольные, кстати. А могли они сами отравиться, чтобы отвадить от внука неподходящую девицу? А Марине дали витамины, чтобы под монастырь не подвезти. Но как они хотели подтвердить факт отравления? Я знаю, что камера была. Но кто и где ее устанавливал? Этот вопрос решал Станислав Яковлевич. Я же в технике вообще ничего не понимаю. Судя по трафику, проходившему через роутер чайного дома, прямо во время церемонии шла видеотрансляция в облако. Кто снял камеру, не видно. Вот заходит Янина Вишневская. Все подготавливает. Сейчас Шапошникова должна зайти. А, да, вот. А вот Пластова с Яниной. Сама церемония. Все, сейчас все забегают. Кто забрал камеру, не видно. Вы обратили внимание, около тела у меня от листов с Хокку. Точно. Хокку подложили уже после того, как остановилась запись. Откуда взялись свитки, я не знаю. Я не обратила внимания. А вы из кабинета выходили, когда Пластовы умерли? Конечно. Сначала, чтобы на помощь позвать, а потом, мне стало плохо, я выходила в туалет. А кто в это время в кабинете оставался? Охранники, девочки и Григорий Сергеевич. Смотри. К камере подходил кто-то, кто точно знал, как она расположена. Иначе, как бы он смог не попасть в кадр. Ну, а где же сама камера? При осмотре ее уже не было. Маши поношли. Граждане понятые, прошу обратить внимание. Найдено место крепления камеры. А чуть ниже видны биологические следы неизвестного происхождения. Это пыльца садовой ромашки. Плохо. В тот день все мужчины были с ромашками. В петлице. Есть ромашка, а есть ромашка. Это вы забрали камеру. А вот здесь была найдена пыльца ромашки. Вы шучите? Весь персонал в тот день был с ромашками. ДНК каждого отдельно растущего растения, каковым является ромашка садовая, уникальна. Мы взяли пыльцо с вашего пиджака. Это была пыльца именно вашей ромашки. Вы меня в чем-то обвиняете? Галь, мы в тупике. У нас нет прямых улик против Абова. И мотива тоже нет. Убиты японисты во время чайной церемонии. И что это значит? Значит, к убийству может быть причастна птица, ворота и даже гора. Надо проверить. Гора? Фудзияма. Галь, я не понимаю. Ладно, я поясню. Блестит серебро, монеты в лунном свете, вечность и тлен. Галь, у тебя все хорошо? Проверьте всю финансовую историю Абова, начиная от знакомства с Пластовыми тридцать лет назад. Не понимаешь ты намеков, Коля? Я про деньги. Птица Феникс, ворота в городе Наха и Фудзияма изображены на японских банкнотах. Ладно, все, пока. Черт. Григорий Абов занимался наукой, жил бедно. 15 лет назад ушел из института и открыл чайный дом. Ярак, беда. Именно в это время Старислав Пластов продал свою квартиру. А, и это, в которой они жили, принижало его жене. Смотри, что я нашла. Среди бумаг 180 одинаковых конвертов. Снаружи следы Абова, внутри следы денег. Ежемесячно 5-го числа Абов обналичил по 100 тысяч рублей. Теперь все сходится. Да, это Пластов дал мне деньги на ярокомедо. О таком предприятии они с Зоей и сами мечтали, но реализовал это я. И я платил им каждый месяц по 100 тысяч. Был такой уговор. Но потом я устал. Ты что-то хотел мне сказать? Гриш, ты не стесняйся. Говори. Ты же знаешь, ты нам как сын. Станислав Яковлевич, вы знаете, какая сейчас ситуация в экономике? Юра Кобидо переживает трудные времена. В общем, я решил, что за 15 лет долг я вам выплатил. Вот, посмотрите. Я сделал вычисление с учетом инфляции. И вот, что получилось. Не надо, я знаю. Ты же обещал. Дал слово. Ну да. Почерпи. Немножко. Нам недолго осталось. Почему вы их убили? Можно было просто перестать платить. Я не мог. Это невозможно. Я обещал им платить до самой смерти. Значит так. А когда я узнал про план Пластовых с ядом, то понял, что этот шанс нельзя упускать. Цинично убить старику. Да еще за то, что они совершили благодеяние. Вы ничего не понимаете. Зое, Станиславу это понравилось бы. В этом есть красота. Как ее понимают японцы.